Что творится в голове у чекиста? Непраздный вопрос, с учетом того, что все руководство нашей страны, выходцы из этих замечательных структур госбезопасности, я, Владимир Милов, сейчас расскажу вам про все эти тайные закоулки ГБшного мозга и как это может повлиять на будущее нашей страны. Спасибо, что подписались на мой канал. Обязательно подписывайтесь, если еще нет, здесь точно будет интересно. И вот наши зрители очень просили меня сделать передачу о реформе российских спецслужб. У нас есть одна из программ на нашем канале Why Russia Fails, где мы рассказываем о том, как в прекрасной России будущее будут разные сферы нашей жизни обустроены. И вот мы делали такие передачи про реформу полиции и реформу армии. Спасибо большое за то, что хорошо посмотрели и за отклик. Пересмотрите, если еще не видели и распространяйте. Но, естественно, люди, которые нас смотрят, они говорят, слушай, давай заверши уже эту триаду и сними видео про то, как ты видишь реформу спецслужб. Мы к этому готовимся. Но я хотел предварительно вам сделать такое видео с коротким разговором о том, а что вообще эти люди из себя представляют. Это очень такой интересный биологический подвид. Я давно его изучаю. И вот, кстати, хотел объясниться. Меня много спрашивают, типа, ты вот рассуждаешь про какие-то особенности работы КГБшников. А откуда ты все это знаешь? Вот я хотел вам по порядку рассказать. Меня-то самого эта тема всегда с молодости очень интересовала, потому что я был такой политизированный юноша в 80-е. Очень горячо переживал по поводу перестройки, реформ и сочувствовал борьбе с КПСС. И участвовал, как мог, в демократических переменах. Так, естественно, для меня КГБ СССР, которая потом стала Федеральной службой безопасности, воспринималась как таким ключевым противником. Потому что это был колосс, на котором держалась вся советская система тоталитарного контроля за обществом. И мне было очень интересно посмотреть и изучить, а что это за ребята, по каким принципам они живут и работают. Да и вот несколько моментов, которые помогли мне усвоить, собственно, что там происходит внутри, в том числе и в головах этих людей. Ну, первое, вот вы знаете, как они вербуют людей на низовые уровни в свою структуру, где они находят новые кадры. Возможно, многие из вас с этим сталкивались. Вербуют они людей в вузах. Они примерно вычисляют по профилю вот среди студентов в каким-то понятным близким их вузах. Кто из них вот психологически смог бы подойти для работы в органах на низовых должностях. И они подходят к людям в моменты каких-то там сессий на последних курсах или сдачи диплома и так далее. И отводят в сторонку и говорят, слушайте, а вот у нас к вам такое предложение. Не хотите интересную работу? Куча романтики, борьба со шпионами там. Ну и, кстати говоря, какой-то очень перспективный соцпакет. И повышение по службе. Вот такая классная карьера. Когда я еще был студентом Института стран Азии и Африки про МГУ, там подходили и не раз люди из управления кадров, потому что там проходили одно, другое, третье там собеседование со многими нашими студентами. Потому что ни для кого не секрет, что Институт стран Азии и Африки был одним из поставщиков кадров в основном в первое главное управление КГБ, то есть во внешнюю разведку, то, что сейчас называется служба внешней разведки, уже отдельная от ФСБ организация. И, конечно, по тем временам, особенно для нас, молодых студентов, это казалось одной из самых романтичных и желаемых вариантов карьеры. Многие на это покупаются. Вот меня самого так не вербовали, потому что у этой структуры по поводу меня, я так понимаю, никогда не было никаких иллюзий. Я у них прохожу как потенциальный пособник вероятного противника. И, кстати, когда я работал в правительстве, то ФСБ неизменно выносило отрицательное заключение на мои какие-то новые назначения и повышение по службе. То есть, в общем, знает кошка, чье мясо съела, и в моем лице не видит союзника ни в каком виде. Но я знаю очень многих людей, вот моих ровесников, с которыми вместе я рос, общался, которых так завербовали. Они даже работали, в том числе, на всяких довольно продвинутых должностях во всяких центральных аппаратах. Потом я, собственно, сам пошел на работу. И когда я закончил вуз в 1994, даже чуть раньше, я занимался тем, что ездил по машиностроительным и оборонным заводам. Я машиностроитель по образованию. И помогал им, когда они потеряли госзаказ после крушения СССР, помогал им находить заказы на производство оборудования нефтегазового или угольного для коммерческого энергетического сектора. И дело в том, что на всех этих предприятиях были вот эти огромные первые отделы. Вот когда я осознал всю мощь контроля КГБшных структур над, прежде всего, нашей экономикой, несмотря на то, что вроде у нас была демократия и реформы, но на всех предприятиях, даже частных, сохранились вот эти первые отделы, где сидели так называемые прикомандированные сотрудники, которые вроде работают на заводе, но на самом деле они работают в КГБ и стучат начальству обо всем, что там происходит. Ну и такой интересный момент, что все эти люди, ну как бы они тоже люди, да, они, в частности, любят выпить. И когда они выпьют, они становятся исключительно болтливыми. Вот я примерно тогда вот в это время, в середине 90-х, начал понимать, как это вообще все устроено, о чем они думают, зачем они здесь, в чем они видят свою миссию, как они смотрят на окружающий мир. Ну, конечно же, это стало еще более отчетливо, когда я перешел в 97-м году на госслужбу в правительство. Во-первых, там у нас были свои прикомандированные ФСБшники, которые еще четче пасли нас, потому что это было уже там даже не частное предприятие, а государственные органы, где им прям ставили строгую задачу там контролировать все, что мы делаем. Ну, в этом процессе они тоже, значит, любили с нами выпить в процессе контроля и разболтать все свои КГБшные тайны. Дальше я там потом получил допуск к государственной тайне по второй форме. Я вам эту тайну рассказывать не буду, потому что давал подписку. Но я читал всю их аналитику, знаю, как у них устроено мышление, как они видят окружающий мир. И вишенка на торте, немного романтики, у меня были близкие отношения с девушкой в 90-е годы, которая училась вот в этой самой Академии ФСБ на улице Пельша, а теперь Мичуринский проспект. И, в общем, я примерно представляю, чему их там учат в довольно-таки детальных подробностях. Так что, мои дорогие КГБшные котятки, я знаю про вас все и расскажу сейчас нашим зрителям, как устроены ваши мозги. Итак, вот, чтобы не затягивать, давайте пойдем просто по нескольким пунктам. У меня будет шесть пунктов, как я опишу вам устройство мозга КГБшника. И первое, вот одна из основных вещей, которая меня поразила, когда я узнавал, вот как и чему их учат, и как построены принципы работы вот этих чекистских структур, это узость мышления. То есть, они не имеют права выходить за пределы какого-то участка, очерченного начальством. Вот им поставили задачу, и они, соответственно, вот по ней очень четко отрабатывают. То есть, это просто запрещено вообще лезть в остальное окружающее мир и любопытствовать, просто интересоваться, как там все устроено. Вы знаете, вот очень-очень смешная иллюстрация, вот вы знаете, что у нас наш президент Путин, он тоже выходец из этой структуры, и он часто его устами говорит Зигмунд Фрейд. То есть, Владимир Путин очень часто как бы проговаривается и дает понять, вот, что он на самом деле думает о мире и как его психология устроена. И вот смотрите, обратите внимание, вы можете нагуглить это очень легко. Это фраза, которую он повторяет примерно одинаковым образом много-много лет. Наберите в гугле «Путин, святой Франциск». Не падайте со стула, о чем я, да? Когда Путин спрашивает, там, Владимир Владимирович, в чем ваша жизненная кредо, он постоянно отвечает. Я считаю, что каждый должен мотыжить свой участок, как это делал в его представлении святой Франциск. Я же не знаю, почему святой Франциск, может, у них это какой-то собирательный персонаж, но обратите внимание. Вот это вот описание про мотыжить свой участок, и вот в чем Владимир Владимирович Путин видит свое предназначение, да? Это очень четко описывает вот эту ситуацию такой интеллектуальной коробочки. То есть тебе дали участок работы, ты его пашешь и не имеешь права никуда высовываться, потому что это запрещено правилами внутреннего распорядка. Это очень важно, потому что обратная сторона вот этого дела, то, что они мотыжат всю жизнь свой участок, как святой Франциск, это полное отсутствие представления о том, как устроен и работает нормальный современный мир. Вот мы здесь все время на нашем канале, где мы даем вам трезвый глобалистский взгляд на то, что происходит в нашей стране и в мире, мы говорим вам, мир сложный. Нужно все время изучать и познавать процессы, которые в нем происходят, очень сложные, политические, экономические, социальные, культурные, научные процессы и так далее. Он все время, он не становится и не будет проще, мир будет только усложняться, да? Поэтому занимайтесь все время самообразованием, проявляйте интерес к тому, что происходит, пытайтесь выстроить такую реалистичную, сложную картину понимания мира. Это ровно противоположное тому, что происходит в голове у КГБшника, потому что он, как вот лошадь в шорох, все время мотыжит свой участок имени святого Франциска. Обратной стороной этого является полное отсутствие представления о том, как устроен сложный современный мир. То есть эти люди реально думают, что современный мир – это какая-то примитивная борьба за влияние ресурсов в духе каменного века, в духе борьбы за мамонта, за территорию, за женщину и так далее. Вот они реально так думают. Потому что у них вот это глобальное знание отсутствует, им запрещают его иметь. Они мотыжат свой участок, находясь в этой коробочке. И иногда это приводит к очень смешным последствиям, потому что вот этот вакуум заполняется какой-то абсолютно тупейшей конспирологией. И вот я хочу вам процитировать, кстати, порекламировать, если вы хотите больше узнать и понять о том, как вообще устроена система госбезопасности и о чем думают ее представители. Читайте книги Ирины Бураган и Андрея Солдатова. У них много хороших на эту тему и книг, и выступлений, интервью. Это все легко найти там в том же Ютубе, но я хочу вам процитировать их недавний стрим на канале у Татьяны Фельгенгауэр, где и я тоже периодически выступаю. Кстати, подписывайтесь на Ютуб-канал Татьяны Фельгенгауэр, кек и символ. Ссылочка будет в описании к этому видео. Я хотел из одного из стримов Тани как раз с Бураган и Солдатова дать вам фрагмент, где они рассказывают про феноменальную историю с Шиной. Я ее давно знаю, но многие зрители, я думаю, нет. Вы можете нагуглить такую штуку. Концепция общественной безопасности. Это вот накапливаемые десятилетиями какой-то сборник просто совершенно идиотских каких-то конспирологических воззрений на мир и Россию. Какая-то откровенная ересь просто. И вот там у них есть какой-то сатанинский предиктор, какая-то мертвая вода. Так вот, о чем говорят солдаты Фельгенгауэр, что реально серьезные КГБшные структуры очень эту всю конспирологию любят. И у себя, в том числе, по этой концепции общественной безопасности, что-то среднее между протоколом сионских мудрецов и вот этими всеми рассуждениями, как нас всех чипирует Билл Гейтс, чтобы мы подчинялись вышкам 5G. Вот послушайте, как Солдатов и Бураган об этом рассказывают. Это, конечно, очень смешно и яркая иллюстрация того, какой адской конспирологией заполняется этот вакуум в мозгах КГБшников, которым запрещают думать, запрещают анализировать, запрещают интересоваться миром. И они только делают то, что приказало начальство и мотыжат свой участок, как Святой Франциск. Я больше всего люблю такую теорию. Она называется «Концепция мертвой воды». Идея такая. Называется она очень хорошо. «Концепция общественной безопасности». Согласно этой концепции есть некий сатанинский предиктор. Те слова, наверное, понравятся. Это некий центр каких-то мудрецов, которые сидят то ли на горе Синаи. Ну, в общем, это понятно, что это же домасоны. И где-то они там сидят и нами управляют. И нам нужно сбрызнуть все это пространство некой мертвой водой, чтобы освободиться от владычества сатанинского предиктора. Так вот, лекции по этому поводу читались до недавнего времени прямо непосредственно в здании управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И вообще это все дело очень любят. Я помню, что в свое время в Государственной Думе нашей, в Комитете по безопасности это все дело обсуждалось, были депутаты, которые все это дело двигали. И более того, я помню, что мы все время делали эфир с Матвеем Юрьевичем Гонопольским, с одним из авторов этих идей, потому что они всунули в этот глобальный сатанинский предиктор, в концепцию национальной безопасности России, разработанную в счетной палате. Там сидело такое гнездо этих любителей. И они прямо туда этот сатанинский предиктор и вставили. И мы сидели в эфире, я помню, очень долго смеялись, потому что, ну как так вышло, что в документе, который выглядел вполне себе серьезно, все-таки счетная палата, они должны что-то считать, а они вот там мертвую воду ищут и что-то с ней делают. И это была такая идеология, которая довольно популярна была, особенно в региональных управлениях. В Москве, может быть, чуть поменьше, тут все-таки люди больше деньгами заняты. Но в регионах, да, они все это обсуждают, им очень это нравится. Там в чем смысл? Там главная идея в том, что нас захватила, нас я имею в виду, вот, это общность людей, живущих в России. Россию-матушку, которую ФСБ должно освободить. Захватили не какие-то там, допустим, крестоносцы, а прямо с самого начала. Иуда-христианская цивилизация. Вот прямо с начала. А мы тут были такие вот классные язычники, и все у нас было очень хорошо. Но потом вот случилось это несчастье, и вот 2000 лет для нас, ну, может быть, чуть поменьше, с момента крещения России все-таки поменьше. Но, тем не менее, вот давно, очень давно мы живем под этим игом саталинского предиктора. И надо от него, наконец, освободиться, в том числе с помощью ФСБ. Вторая проблема гораздо хуже. Это не просто башка, там, забитая конспирологией и примитивному представлению о мире как борьбы интересов. Вторая проблема, которая напрямую вытекает вот из специфики работы, которая есть у этих людей. То есть, во-первых, им разрешают приступать закон. Во-вторых, они видят о людях там в России, в мире, о разных там структурах, которые в мире функционируют. Они видят кучу закрытой информации, которую считают порочной. То есть, им разрешают закон нарушать. У них нет потолка, для них нет вот этого ограничителя, что незаконное действие – это что-то плохое. И, во-вторых, у них нет уважения не только к закону, но и к нормам морали и нравственности. Потому что за счет вот этого обилия секретной информации они считают, что все люди порочные. И там законность, мораль, какие-то принципы, идеалы – это все просто фасад. Законы нарушать можно, потому что можно, потому что такая специфика работы спецслужб. А люди как бы все плохие. Все этот разговор об идеализме – это просто придумка и красивая сказка. Вот это как бы тотальное неверие в законность, в мораль, в идеалы – это очень-очень такая фундаментально укорененная проблема в этих людях. Ну, в целом, вот когда говорят, например, о том, что бывших сотрудников спецслужб надо подвергать пресловутым иллюстрациям, то есть запрещать им занимать какие-то гражданские управленческие должности в системе госуправления, в системе власти. Одно из таких логических объяснений и обоснования этого – это то, что это люди с привычкой приступать к закону, что является характером их деятельности. И это очень плохо. То есть нельзя переносить этот профессиональный багаж на государственное управление и гражданскую госслужбу. Ну, и вот такой очень-очень интересный момент их видения мира – это то, что там все люди плохие. Нет никакой добродетели, никаких идеалов. Понимаете, эти люди обладают огромным объемом какой-то секретной информации, которую многие из остального общества хотели бы там держать в тайне. У всех есть какие-то моменты. Кто-то… Я за то, чтобы всегда платили налоги. Ну, вы знаете, какая у нас обстановка в стране, что налоги, ах, все время повышаются, а при этом экономика в одном месте, и маржа у бизнеса низкая. Поэтому, знаете, я не буду бросать камень в человека, который что-то делает для оптимизации налогов. Или, например, кто-то курит травку, которые в ряде стран легализованы, а у нас в России нет. Или у кого-то есть любовницы, кто-то пользуется услугами девушек не очень тяжелого поведения. Или вообще по меркам всех наших традиционалистов страшный грех, допустим, нетрадиционные сексуальные отношения. Много еще что-то. То есть, в принципе, если вот как бы на это все посмотреть, ну, в общем-то, смотришь и думаешь, ну, и что такого? Но для них, которые на самом деле вот еще и сами для публики, вот как вы видели, как Путин стоит с этой свечкой в церкви, держит ее как там стакан водки на каком-то коммунистическом фуршете. Вот эти люди, поскольку они тоже в каких-то конспиративных целях себя окружают какой-то фальшивой, значит, псевдоморалью, мы вроде как за традиционные ценности. Хотя на самом деле разведен непонятно с кем живет и мальчиков целуют в живот, да. Но ему надо же поддерживать публичную легенду. Вот они как бы думают обо всех, что какие-то вот такие вещи, которые в рамках вот этой вот такой жесткой традиционалистской картины мира являются типа пороками, это как бы свидетельствует обо всех людях, что все люди плохие. Нет хороших людей. Все что-то скрывают. Нет какой-то морали. Нет каких-то идеалов, да. Вот это наслаивается одно на другое. С одной стороны, под должностью им разрешено нарушать закон и проявлять неуважение к закону, делать все, что хочу, да. А с другой стороны, кроме законности, нет еще и морали, нет еще и идеалов. Вот это какой-то такой странный адский взгляд на вещи, то есть в их картине мира, это вообще пугает, да, но на самом деле это реально так. В их картине мира не имеют ценности ни закон, ни мораль, ни нравственность, ни идеалы. Ну и вы сами видите, когда они об этом рассуждают, это все абсолютная фальшь. Это абсолютная фальшь. Тот же Путин, который корчит из себя традиционалиста, защитника традиционных христианских ценностей, при всем том, что мы о нем знаем, блин, да. Ну вот это такой очень яркий пример, понимаете, это реально опасные люди. Опасные люди, у которых нет уважения ни к закону, ни к морали, ни к идеалу. Третий пункт, вытекающий из второго, но гораздо хуже. Это то, что их принципиально учит тому, что не просто нормально приступать к закону, а вообще-то говоря, ради каких-то высших государственных целей, ради какого-то не привыкли к этой демагогии защиты отечества, это нормально. Нарушать права других людей и даже совершать всякие страшные злодеяния и преступления. Вы знаете, я хочу сказать, что меня монолог, который больше всего в этом плане поразил, это фрагмент одного известного художественного произведения, но вам стоит посмотреть. Это фильм «Статский советник» по роману Бориса Акунина, где играют Олег Менщиков и Никита Михалков. Знаменитый их диалог, где Менщиков, он играет детектива Эраста Фондорина, и он, значит, распутал, что известный деятель охранки, то есть Гебни, он, в общем, сам организовал террористическую ячейку, чтобы убивать людей в каких-то высших, значит, государственных целях. И он ему, типа, предъявляет Михалкову вот в таком, значит, точном диалоге. И Михалков произносит такую тираду. И, кстати говоря, все, что мы знаем о Никите Михалкове в последнее время и, в общем-то, его характере и взглядах на вещи, я уверен, что он просто с удовольствием произносил этот монолог. Как это так соответствует его представлениям о жизни? Он говорит, типа, да, это нормально. Убивать людей, заниматься террором и создавать притворную террористическую ячейку ради решения каких-то высших государственных целей. Ради защиты Отечества, как эта вся Гебня ее ложно понимает. Вот это, ребята, как бы исключительно, исключительно опасная штука. Когда людей не просто вооружают инструментарием и говорят, типа, нарушайте закон, это нормально. Ради каких-то наших целей. Но они еще выстроили вот систему оправдания всего своего беззакония какими-то своими представлениями о защите Отечества. Опять же, Отечество, как они это все понимают. Такое вот конспирологическое средневековое Отечество, которое вот участвует в глобальной драке со всеми за влияние и ресурсы. То есть такое представление каменного века, которое очень далеко от современного мира, где самые передовые и развитые страны, потому самые передовые и развитые, и люди там живут лучше, потому что они строят систему мирного взаимодействия по принципу win-win. Когда нет лузеров и не идет драки за ресурсы, а все наоборот сотрудничают для того, чтобы была синергия, для того, чтобы был прогресс и живут в мире. И, собственно, достигают этого прогресса и улучшения уровня жизни как раз за счет широкой кооперации, а не за счет того, что все со всеми за что-то конкурируют. Но эти ребята находятся бесконечно вот в таком отставшем представлении о мире, потому что мы уже объяснили вам, почему им никто это не объясняет. И они живут какой-то конспирологией, средневековыми воззрениями. Вот в этой ситуации у них представление о том, что такое интересы отечества, защита отечества, предельно оторваны от реальных, от реалий 21 века. И они оправдывают этим всякие разные свои беззаконные действия и прям реальные преступления. Вот если вы об этом подумаете и, например, посмотрите тот же самый монолог Никиты Михалкова, вот просто, понимаете, наложите это дело на, первое, на любое интервью высокопоставленных наших КГБшников, которые оправдывают, скажем, сталинские репрессии. Они говорят, что было такое время. Значит, тут раз такое время, все побежали, и я побежал, значит, тут можно было массово репрессировать и убивать людей. Потому что время такое было. Или наложите это на всякие вот трагические события последнего времени. И ту же историю с взрывами жилых домов в Москве, о которой я отдельно рассказывал. Или убийство Немцова, покушение на убийство Алексея Навального или Владимира Карамурзы. Много всяких других политических преступлений. Если вы наложите это на вот пресловутый монолог Никиты Михалкова из «Статского советника», вам все станет понятно. Что, к сожалению, они не останавливаются на том, что просто можно нарушать закон, а они доводят это до экстрима. Что если их ложное, извращенное средневековое понимание об интересах отечества им диктует, значит, можно совершать любые ужасные преступления. Задумайтесь об этом. И это многое вам объяснит во всяких трагических событиях последних десятилетий. Обратная сторона этого, вот мы подходим здесь к четвертому пункту, это полное пренебрежение к человеку. Нет никакой высшей ценности, как вот говорит это нам наша вторая статья о Конституции. Какая высшая ценность? Человек для них – это расходный материал, такой планктон, криль. Они такие большие киты, то есть в их видении мира весь мир – это вот такая конкуренция между спецслужбами, которые во всех странах имеют эти спецполномочия, делают, что хотят, приступают к закону, участвуют в какой-то борьбе за влияние. Что такое люди на этом празднике жизни? Это просто муравьи, просто расходный материал. Это вот, собственно говоря, вытекает из предыдущего пункта, как раз о чем я говорил, вот про монолог Михалкова в «Статском советнике», что людьми можно пренебречь ради каких-то высших интересов государства, высших интересов безопасности. И это формирует такое очень опасное, катастрофически опасное вообще презрение к правам человека, интересам человека, к человеческой жизни. Не думайте, что это не дойдет до вас. Вы обязательно когда-нибудь окажетесь на пути вот этой вот махины. Как они себя видят? Такие большие акулы, которые обличены властью и государственными полномочиями, конкурируют за власть, за ресурсы, за влияние в мире, а вы здесь что такое? Вы – это мошки. А они – это высшая каста, высшее сословие, дворяне. Вот в буквальном смысле слова, это цитата из бывшего главы ФСБ и нынешнего секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, который вот в свое время это громко прозвучал, он назвал вот эту всю губню «неодворянами». Потому что они реально считают, что они участвуют в каком-то высшем управлении миром, все это наслаивается на пропитанной конспирологии и средневековым мышлением мозги. И вот они реально, да, они так и видят средневековым своим взглядом, что мы – это планктон, а они – это дворяне. Вот эта фраза Патрушева про дворян – это, в общем, абсолютно не случайная штука, но и они строят такую систему. Когда вы видите, что у нас впервые, даже в советское время, такого не было, как сын главы КГБ стал министром сельского хозяйства. Вот Димка Патрушев, вот сын Николая Платоныча Патрушева, да. Ну и много, много деток, высокопоставленных КГБшников сейчас находятся на всяких разах в высокопоставленных должностях. Они себя так и видят высшей кастой, дворянами, а мы – люди для них – никто. А за то, что является для них высшей ценностью, и вот здесь мы подходим к пятому пункту. Я думаю, вы уже догадались, высшей ценностью для них являются не люди, а деньги. Почему? Это очень важно. Здесь есть несколько причин. Первая, ну это их собственная, мягко говоря, такая сомнительная конкурентоспособность. То есть представьте, с таким слабым представлением о мире и неумением делать что-то полезного и конкурентоспособного, и более того, вот смотрите, в чем их работа. Их работа состоит в том, чтобы нарушать правила, которые установлены для поведения всех других людей. То есть, если их заставить эти правила выполнять, скорее всего, они с задачей не справятся, потому что им искусственно расширили эти границы. Представьте, что в футболе, когда КГБшник бьет по воротам, они вдруг вот так вот расширяются, на 3 метра вверх и еще на 9 метров в ширину. И он в любом случае забивает гол. А вы теперь сделаете ему эти ворота нормальные. Если он так привык играть, он, скорее всего, туда не попадет. Поэтому, на самом деле, это такие нечастые случаи, когда выходцы из спецслужб, на самом деле, делают хорошую, честную карьеру, например, в рынке. Как правило, например, на Западе очень многие из них, они, собственно, занимаются чем? Они основывают всякие такие структуры по due diligence, такую частную разведку, типа там, кролл или контрол рискс, где они бизнесу говорят, мы из этой сферы, мы что-то такое знаем чуть больше, чем остальные. Вот мы можем вам это рассказывать. Вот единственное, что они могут. Реально, таких примеров, когда выходцы из спецслужб делали какую-то классную, успешную карьеру в рынке, их немного. То есть, первый фактор – это такая вот своя личная, не очень большая конкурентоспособность. Такая возникает обида. Типа, вот тут ходят везде большие деньги, а мы, значит, вот не можем заработать, поэтому надо пользоваться любимыми возможностями, чтобы себе это дело урвать. Ну и вторая история. За счет своих сверхполномочий они видят, как реально в мире делаются большие деньги. Они просто проходят у них вот буквально перед глазами. Им, конечно, становится завидно. А плюс, вспоминайте, мы это все накладываем на примитивизм мышления, на отсутствие понимания вот концепции современного мира, гармонии, развития, прогресса. Зачем это все? Весь мир – это конкуренция за ресурсы. Вот они ресурсы. Мы можем сейчас, используя вот эту свою спецоболочку и спецполномочия, все это захапать себе. Вот это для них становится высшей ценностью. Вы удивлены, что КГБшники страшно коррумпированные? Мне кажется, я вам обрисовал логическую цепочку, почему у них существует такая ненормальная страсть к деньгам, гораздо хуже даже, чем вот у обычных людей. Вот мы, например, можем увидеть большое число супербогатых бизнесменов, у которых много денег, но они физически живут скромно. Они не тратят огромные миллиарды, которые у них есть, на какую-то роскошь. На какие-то, блин, там дворцы в Геленджике за сотни миллиардов рублей. Это причем только один дворец, как выяснилось, их гораздо больше. То есть, вот у нормальных, конкурентоспособных, современных людей нет вот этого драйва постоянно забивать свой вакуум большим количеством денег и роскоши. А здесь вакуум есть, какая-то обидка за свою неконкурентоспособность есть, благодаря своим спецвозможностям есть понимание, как все эти денежные механизмы работают. Плюс еще, типа, когда они видят, как я говорил, кучу всякой секретной, закрытой информации о людях, у них возникает ощущение, типа, а что, всем можно? А, значит, давайте, а почему мне нельзя? Я тоже буду тратить все свои силы на то, чтобы обогащаться. И у них еще формируется вот в этом контексте такая вот стройная лесенка самооправдания. Они считают, вы тоже это можете найти, там, я не знаю, Патрушев, Черкесов, другие вот эти вот путинские, значит, КГБшные клевреты, они очень много наговорили, писали там какие-то всякие дурацкие статьи там за все эти годы, где из этого видно, как они, ну, мягко говоря, переоценивают свой скромный вклад. Например, вот известная статья Виктора Черкесова, тоже бывшего конкурента Патрушева и тоже КГБшного друга Путина, который написал в 2007 году статью про чекистский крюк, что якобы наша страна выжила после крушения СССР только благодаря тому, что села на чекистский крюк. Ну, это как бы абсолютный бред, то есть даже смешно слушать эту ерунду, да. Я-то помню этих паразитов в 90-е годы, которые просто сидели в качестве прикомандированных сотрудников на предприятиях, госорганах и просто получали зарплату ни за что, за то, что строчили всякую какую-то хрень начальству. На меня, например, написали донос, что я в 2000 году, будучи начальником управления в федеральном органе власти, официально написал на бегунке, что я отказываюсь ознакомливаться с новым законом о возвращении советского гимна, потому что мне это не нравится. Вот на меня написали докладную. Вот такими вещами чекистский крюк занимался в 90-е годы. Но вот они реально считают, что они несут нам просто какой-то вот свет и без них бы все рухнуло. Они считают, что они очень сильно перерабатывают. Наша служба там и опасна, и трудна. И за это им полагается вот это все. То есть они не считают, что они украли вот эти все дворцы и все эти элементы роскоши. Они считают, что это как бы абсолютно нормальное в русле того, что они читают в разных секретных репортах. Это абсолютно нормальный метод, способ себя вознаградить за ту супертяжелую чекистскую работу по постоянному нарушению закона и наших прав, которой они вот ежедневно занимаются. Поэтому они очень сильно возмущаются и начинают верещать, когда им вообще говоришь, что типа, ребята, что вы все украли-то? Вы вообще кто? Что вы как паразиты присосались к нашей родине? Тут они же не считают это так. Они считают, что без них, без чекистского круга все бы развалилось. Мы возвращаемся к пункту 1. И что за представление об окружающем мире и о том, как устроена наша страна у них в голове? Да и вот, к сожалению, проблема в том, что бабки, обогащение, роскошь являются для них высшей ценностью, а не человек, не закон, не мораль, не идеал. И последний, шестой момент, возможно, самый неприятный. В мире, понимаете, их учат одной простой вещи, что все в мире это сплошная драка и конкуренция за влияние, за ресурсы, и все, кто не с нами, тот против нас. В этой системе вообще нет каких-то элементов культуры диалога, культуры компромисса, которая является на самом деле основой успеха в современном демократическом мире. Если вы посмотрите на правительство подавляющего большинства демократических стран, то вы увидите, что это коалиционные правительства, часто между серьезными политическими соперниками, которые ради своей страны, ради интересов народа заключают коалиционные соглашения, идут на уступки, себя ограничивают и действуют в рамках договоренности. То же самое мы можем видеть, например, демократические федерации, такие как Соединенные Штаты Америки или Европейский Союз. Это федерации, построенные снизу на делегирование полномочий, на диалоги с федеральным центром. Им недоступна эта культура диалога. У них есть одно такое понимание в стиле ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. Кто не с нами, тот против нас. И, соответственно, ему положено в расход и 10 лет без права переписки. Обратите внимание, многие из вас, даже те, кто помоложе, помнят становление путинского режима. Вспомните, как у нас вот все постепенно по периметру становились врагами. То есть 20 лет назад это не было так. У нас не было такого количества внутренних и внешних врагов. Сейчас мы с теми в контрах, с теми мы воюем. Тут против нас санкции. Здесь мы этого пытались убить, этого убили, этого отравили, этого посадили. Везде пятая колонна, агенты Госдепа, агенты западных спецслужб. Западные спецслужбы нас хотят развалить. Ребят, я помню время, когда это не было так. Когда у нас, например, самый успешный период правления Путина, это его первый президентский срок, когда шли реальные реформы, был там 10% рост ВВП в год, 12% в год рост реальных доходов населения за вычетом инфляции и обязательных платежей, 12% в год рост реальных доходов. Так тогда в Думе было 8 фракций, они там срались и дрались друг с другом, блокировали трибуну, там был, как говорят, хаос, но принимались законы, которые двигали вперед реформы. Мы были в нормальных отношениях с цивилизованным миром. Путин обнимался с Клинтоном, обнимался с Бушем, обнимался с руководством Евросоюза и даже в начале своего правления открыто говорил о том, что Россия может подать заявку на вступление в НАТО. Было же нормальное время, все было хорошо, экономика росла. Мы только наконец начали чуть вздохнули свободно после трудных времен и перешли к экономическому росту. В политике была конкуренция, постоянные конфликты и драки, но когда нужно коалиции в поддержку нужных реформаторских законов. На мировой арене к нам относились нормально и я сам помню, я был на первом вот этом саммите большой восьмерки клуба крупнейших, самых развитых индустриальных стран мира, куда нас впервые пригласили как официального участника в 2002 году. Я был там в составе российской официальной делегации. Так вот, понимаете, было время, когда уже президентом был Путин, но у нас не было такого количества внутренних и внешних врагов. До чего сейчас они нас довели? Вы включите телевизор и вот это все, что вы слышите. Мы в кольце внутренних и внешних врагов. Надо, у нас все время идет какая-то борьба. Нам надо быть на чеку. При этом экономика уже больше десяти лет не растет. Мы в тупике. Перессорились со всем развитым миром. Вот это прямой результат их конфронтационной психологии, понимания того, что мы окружены врагами и любой человек – это враг. Если он что-то показывает, какое-то несогласие, его надо задавить. Вы видите, как они обращаются таким вот образом с, например, внутренними политическими оппонентами и рассматривают внутреннюю оппозицию, просто обычных граждан, которые хотят, чтобы страна жила по-другому, более свободно. Они рассматривают оппозицию как каких-то агентов внешнего влияния. Опять вот кругом враги. Вот это вот еще одна такая неприятная история КГБшников и того, как устроены их мозги. Полное отсутствие понимания культуры диалога и компромисса. Вот это постоянное создание образа врага. Вы видите, в какой тупик это все нас завело. Ну что, котятушки мои, веселую историю я вам рассказал. Нравится вам, что такие люди управляют нашей страной и захватили вот над ней всю полноту власти и никого не спрашивают о том, что делать. Я вот рассказывал вам в одном из наших предыдущих выпусков, что нами фактически управляет вот это совещание постоянных членов Совбеза, где КГБшники играют ключевую роль. Путин, председатель этого совещания и председатель Совбеза это КГБшник, секретарь Патрушев это КГБшник, ну и там, если копнуть, значит, добрая половина всех остальных это тоже КГБшники. Пересмотрите наш ролик. Вы знаете, я вот так даже думаю, а что было бы хуже для нашей страны, чем власть вот таких людей, которые не понимают, как устроен современный мир. Вместо этого у них башка забита средневековьем конспирологией, которые не уважают ни законы, ни мораль, которые не уважают человека и его права, которые считают нормальным совершать всякие преступления и злодеяния ради каких-то ложно понимаемых их извращенным мозгом интересов Отечества, которые думают только про бабки и личное обогащение, потому что вот компенсация такая моральная за то, что конкурентоспособности не вышли, и которые из всего делают образ врага. А что, я что-то придумал? Разве вы не узнаете в этом портрете вот то, что превратилась наша страна за последние 20 небольшим лет? Это ненормально, ребят. Эту власть надо менять. Это был Владимир Милов и небольшое предисловие к нашей большой передаче о реформе спецслужб, которую мы еще сделаем. Это будет серьезный разговор о том, как вот эти все институты должны быть выстроены. Нормальные, современные, цивилизованные спецслужбы нам, конечно же, нужны, но это не будет иметь ничего общего вот с теми структурами, которые являются наследницами советских ВЧК, АГПУ и НКВД. Мы поговорим об этом подробнее в один из следующих выпусков. Подписывайтесь на наш канал, я думаю, что вы уже поняли, что здесь будет интересно. Спасибо всем, кто нас спонсирует. Это очень важно, чтобы мы продолжали делать для вас вот эти интересные ролики, и мы с вами увидимся через несколько дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова